что отдал это слово, потому что я абсолютно уверен, что это слово не от меня, оно от Господа. Я знаю, что оно вас напитает, оно поведет вас по этой жизни, оно будет наполнять. Я еще раз хочу сказать, что классно трудиться с Иисусом Христом. У Него безграничный резерв, у Него много любви, у Него много силы сегодня. Вы только представьте, Он восседает, я честно, у Господа на небесах, Он сегодня в прославленном теле, Его тело не знает усталости. Его тело сегодня, оно в такой стиле, в такой славе, что представить себе это просто невозможно. Я хотел бы сегодня представить слово брату, который к нам приехал из далекой Сибири, из Нижневартовска. Брат Николай, пожалуйста, давайте поприветствуем. Здравствуйте, драгоценные. Как приятно вас всех видеть. Господь жив и в Варнии тоже. Об этом говорится. Это видно из вашей церкви, дорогие. Я очень благодарен Господу за то, что пастор Геннадий дал слово. Я второй раз вообще в Варнии и на прошлой неделе был на собрании. И пастор Геннадий говорит, если есть что-то, чем поделиться, то можно на следующем собрании. Но только помолись. Я говорю, вопросов нет, все. Принял. Кстати, я тоже в мае месяце был в Южной Корее. Муксаним. И вот это все. Там на самом деле все уважение. Там муксаниму не перечить. Если он говорит, значит все нормально. И в общем, действительно хочется мне кое-что сказать. Вы знаете, когда я молился, действительно, сначала я просто думал, а о чем же мне сказать. А потом как-то оно само вытекло из моей повседневной жизни. Хотел, кстати, представиться. Я с Нижневартовска. Я уже об этом Геннадий сказал. Я, в общем, с Нижневартовска. У нас христианский центр, община где-то 50-70 человек. И я являюсь дьяконом христианского центра. Ну и еще занимаюсь молодежью. В прошлом году, когда я приезжал, только и молодежью занимался. Теперь я дьяконом еще являюсь. И вы знаете, когда я уезжал в отпуск, у меня какое-то такое было духовное переживание вообще за молодежь, за ребят. Потому что что-то такое потеряно произошло в молодежном служении. В каком плане не хватало какой-то, не то что, скажем, духовности, а не хватало какого-то благоговения пред Господом. То есть у нас по воскресеньям в 5 или 6 вечера происходит молодежное служение. В основном молодежь, которая из команды, я имею в виду, служителей, это дети верующих родителей. В общем, они очень все хорошо играют на инструментах, поют. То есть они много что умеют. Слово знают некоторые даже лучше, чем я. Но почему-то чего-то не хватает. Почему-то, когда восхваление, такое ощущение, как будто они больше показывают себя. Почему-то, когда люди приходят к нам в новенькие разговоры обо всем, но только не о Боге. Либо как-то о Боге так, что такое ощущение, как будто они всю на свой лад перевели. Я начал над этим задумываться. Собрал их всех. Я говорю, драгоценные мои, давайте кое-что обсудим. Скажите, пожалуйста, чем вы живете? Вот вы, молодые ребята, вы ходите в церковь, вы являетесь служителями. Писание говорит, что царственное священство, люди взяты в его дел. Чем вы живете? Есть ли у вас молитвенная жизнь? Есть ли у вас чтение Писания? Есть ли у вас посты? И разные были ответы на самом деле. Кто-то мне говорит, ну, а что это молитвенная жизнь? Конечно же есть, я постоянно молюсь. Я вот еду, допустим, в машине на работу. Раз, Господь, благослови меня. Либо Бог же и мысли мои слышит, и более того, Он меня и ночью наставляет. Я говорю, ну да, я с этим согласен, на самом деле так и есть. То есть и мысли слышит. Хорошо, а чтение Писания? Ну, конечно же, мы читаем Писание. Вот у нас есть даже приложение в телефоне. Я говорю, а Библия-то у вас есть? Да, есть, где-то там дома лежат. Ну, в смысле, я имею в виду Библии, которые на бумажном носителе. Да, есть, где-то лежат. Я говорю, скажи, пожалуйста, а много ты в последнее время в своей Библии отметил мест Писания, которые тебе понравились? Да вроде и нет. Ну, ладно, хорошо. А посты? Ну, посты – это отдельная тема, если честно, я не буду затрагивать. Ну, и вот, в общем, остановились мы на этих двух. Я говорю, дорогие, хорошо, чтение у вас немножко хромает. Молитва, я тоже вижу, что вроде она есть, вроде и нет. А как вы думаете, к вам приходит воскресенье молодежь? К вам молодежь, которая не знающая Господа. Приходят новенькие, не только новенькие, но и новенькие, и те уже, кто ранее приходил. И вы начинаете восхвалять Господа. Чем вы наполнены в тот момент? Скажите, пожалуйста, вы действительно переживаете присутствие Божие? Вы думаете в это время о Христе распятом? Либо вы хотите показать себя? Вот что на самом деле происходит в вашей жизни? Ну, ответы на самом деле были разные. Самое, что интересно, что все эти ответы, которые они говорят, можно делить надвое, когда посмотреть их на социальные сети. Когда я вижу фотографии, которые они выставляют, я вижу, чем они наполнены на самом деле. Ничего сложного в этом нет. То есть это молодость, это где-то тщеславие, это где-то показать себя, это где-то выставить себя с хорошей стороны. Так и вот. И мы решили с ними пообщаться вот на какую тему. Я сразу буду читать. Евангелие от Матфея в пятой главе. Штой главе, извиняюсь. Пятый стих. Говорится им в молитве. И когда молишься, не будь как лицемер. Не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолюсь Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Когда молишься, войди в тайную комнату твою. Пастор Геннадий уже говорил по поводу репцентров, что каждое утро они начинали с утренней молитвы. И знаете, так оно и есть. На самом деле у нас тоже есть репцентра, есть антикризисные для женщин, есть репцентр для мужчин. И каждое утро они начинают с молитвы. Но почему-то служители и христиане, которые уже не один год в Боге, не всегда это берут на вооружение. Бывает такое, что практически нет молитвенной жизни. Молитвенная жизнь происходит только, когда мы все собираемся вместе, либо по воскресеньям. А личной молитвенной жизни, на самом деле практически, ну, большой массы людей нет. Я скажу про свою церковь, я не буду говорить про вашу. Как у вас, не знаю. Большой массы людей нет. Я начал разговаривать с ними именно об этом. Почему у вас нет молитвенной тайной комнаты? Тайную комнату тут, конечно, тоже не буду, ну, как бы там закончить, углубляться, что вот там вот должна быть отдельная комната, да нет. То есть время, отделенное для Господа, и еще самое, что интересно, ежедневное время, отделенное для Господа. Не когда мы просто едем в автомобиле, и Господь, благослови меня, но на самом деле отдать это время Господу, по-настоящему прийти к Нему, поклониться нашему Творцу и Создателю, и в тот момент, на самом деле, ну, осветиться, омыться, иметь какое-то благоговение. Я в своей жизни скажу просто по личному примеру. У меня были такие переживания, то есть когда я на самом деле уверовал, я многие годы не имел своей тайной комнаты, то есть не было отделенного времени для молитвы. Но в итоге все-таки переборол, и сейчас перебарываю, стараюсь все-таки не отпускать этот, ну, как сказать, развитие, постоянное общение с Господом. Знаете, что самое интересное? Что именно в то время, именно в том месте Господь начинает менять тебя гораздо сильнее, чем ты менялся бы, если бы слушал интернет-проповеди в течение недели. Я не знаю почему, это какие-то стерфиестественные вещи. Господь начал показывать то, что никогда я в своей жизни не видел себе. Пастор Геннадий Красиво сказал по поводу того, что мы же такие классные, мы же христиане. Мы же, я не имел не во Христе, скажем так, ужасную жизнь. Нет, все было более-менее хорошо для ферментического человека. Ну, когда пришел к Господу, конечно же, я стал лучше. Не пить, не курить, не материться. И такой вроде, и мир в сердце есть, и стресс могу переносить. Но почему-то, когда я начал молиться в тайной комнате, Господь показал мне, что я тщеславный. Господь показал мне, что я гордый. Я никогда не думал, что я гордый, никогда. Господь показал мне, что ты смотришь неправильно на чужих женщин. Господь, как, это я что ли? Ты же такой святой у меня. Самое, что интересно, что Господь по-настоящему начал говорить со мной. Я не говорю, что ты Господь открыл небеса, что, вот, там, Николай, ты должен пойти туда, сделать то. Нет. Он начал говорить со мной через Писание. На самом деле, когда проводишь время с Господом, у тебя это как-то сверхъестественным образом Господь ложит в сердце. Загляни туда, посмотри там, прочитай то, подумай над тем. И еще такой интересный момент по поводу отношений со своей женой, ну, или вообще, как бы с членами церкви. Возьмите себя на вооружение. Прежде чем кого-то обличить, прежде чем поругаться с женой и показать свою правоту, что вы правы, что вы глава семьи, зайдите через тайную комнату и, скорее всего, Бог вам скажет, любите ее. И, скорее всего, Бог вам скажет, не меняйте ее, а любите ее. Я столько раз пытался свою жену поменять, но на самом деле мне этого не получилось. Но молитвы меняли ее сердце, Господь менял ее сердце через мои молитвы. Поэтому я не буду сейчас, чтобы уже время смотрю, ну, скоротать. И что в итоге я своим ребятам сказал? Я говорю, ребят, давайте так. В Писании говорится, что молитвенная жизнь это не пожелание, это повеление от Господа. Иисус постоянно молился. Иисус постоянно, Он уходил в горы, сегодня тоже об этом говорилось, и Он молился, потому что все, что Ему говорил Отец, то делал Он на земле. Я им сказал, драгоценные, нам на самом деле нужно восстановить молитвенную жизнь. Молитва, чтение Писания, ну и желательно посты, это отдельная тема, для того, чтобы, когда люди будут приходить в наши общины, когда Бог будет предлагать спасаемых в церкви, что мы можем дать? Мы можем им дать свои эмоции, свои привилегии, либо то, что Бог вкладывает в наши сердца. А Бог говорит, что сердца нужно свои сохранять, и прежде всего храни его, храни сердце свое, загляни в свое сердце. Так что, дорогие, благословения вам от нашего Господа. возможно, кому-то это пригодится, то, что я сегодня сказал. И еще написано, кстати, мы поднимем тем же местописанием сегодня с Геннадием Билли, в каком плане, что приедет ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. В моей жизни это постоянно работает. И у Бога на самом деле нет мелочей. Нету мелочей. Более того, я заметил, что наоборот, Писание говорит, что Господь ждет, когда мы к Нему придем. Он и ждет. И написано, что приблизьтесь к Господу, и Он еще больше приблизится к вам, драгоценные. Еще знаете, что хотелось сказать? Вот я вот за год отсутствия, не то, что отсутствия, в смысле, ну, в общем, год вас не видел. И я очень рад, я вам скажу, почему очень рад. Иногда очень хорошо посмотреть на общину со стороны. То есть вы уже где-то, может, у вас глаз примелькался. Я увидел у вас команду. То есть я увидел тех людей, которых я знаю. Кстати, у тебя был день рождения вчера? С прошедшим день рождения. Людей, которых я знаю, я увидел, что они сейчас все здесь. Они на сцене. Они служат Господу. И более того, хочу сказать, что все служители Господни, об этом Нового Завета, об этом Библия говорит. Но тем не менее, вот на этой именно команде Господь будет взращивать, поднимать, возрастать, взращивать вас и поднимать служителей и будет привлекать людей. С вашего позволения я хочу помолиться за команду и за пастора, и за его жену. Дорогой Небесный Отец, Сын и Дух Святой, Господи, я благодарен Тебе за это место, благодарен за эту общину. Боже, я хочу помолиться, Небесный Отец, за пастора Геннадия, за жену его Наталью, за команду, которая есть, Боже. Я молю о том, чтобы Ты хранил их, Господь, чтобы Ты давал им крепкого здоровья, Боже, на долгие годы. Я молю, чтобы через них, Господь, на самом деле проявлялся Ты, чтобы они были и дальше Твоими сосудами, Господь, для благочестивого применения, Господь, на этой земле, то, что Ты сделал, Господь, для каждого из нас. Мне хочется ценить это на каждый день, Господи. Великий, чудный, праведный Царь, во имя Твою Иисус, Аминь.